итак всем снова здравствуйте это снова курящие из окна уже шестнадцатый помораз в дипонии ну а что я могу сказать сейчас где-то уже примерно полдесятого вечера рабочий день я уставший я все остальное и наверное у нас будет довольно короткая серия да еще в таком довольно странном состоянии которое могу рассказать чуть попозже я просто вообще дико хочу спать я вообще не выспался но не могу оставлять вас так сказать в неудовлетворенном состоянии потому что я сказал что мы пойдем на почту а на почту мы так и не сходили поэтому сейчас я покажу что у нас будет на почте вернее сам узнаю и вам покажу и может быть еще немножко пошляемся вокруг а пока исполняю свое обещание поводу того что дипония будет еще две-три серии подряд ну все пойдем на почту вау вот то что здесь будет так сказать робот обслуживающий персонал я никак не ожидал потому что насколько бы не было странная эта планета на которой мы находимся но все-таки все кто здесь служит кому-либо и чем-либо все-таки были людьми но показывают нам ой господи но показывают нам что прогресс не стоит на месте поэтому до почта бот в принципе наверное даже в оригинальной жизни есть что-то такое что допустим рассылает спам или еще что-то но вот здесь этот почтовый бот ну или mail бот он сделан именно в виде железного человечка так наверняка он не будет у меня брать эти купоны заставить что-нибудь делать второстепенно давайте с ним поговорим посмотрим что происходит вообще привет назовите цель визита я хочу сделать заказ на переадресацию чего назовите причину переадресации я скоро буду жить на элизиуме ошибка самомнения да вот у нас все-таки соображает он не верят в нашу детскую чистую мечту что мы отсюда скоро улетим так да вот телефонный звонок меня интересует намного больше чем всякое там самомнение потому что связаться с женихом гуал это наша основная задача откуда я могу сделать телефонный звонок и входящие звонки можно делать с любого зарегистрированного частного устройства понятно логика побеждает разум извините у меня тут снова пересыхает поэтому вода всегда рядом со мной да давайте дальше его мучить все-таки моя логика будет сильнее его логики я же занудный где мне найти частное зарегистрированное устройство тут нет устройств зарегистрированных для международных звонков что это еще значит откуда ведь можно как-то сделать звонок не по частному радио устройству ты хочешь сказать что у тебя где-то внизу в запасниках лежит незаконное устройство для переговоров возможно я не прав вообще роботы они конечно такие от них можно осуждать всего чего угодно вот сразу видно что я спать хочу я заговариваюсь но от снова я сумел заснуть черт знает когда проснулся черт знает когда и извините если еще зарегистрированные радио устройства есть три устройства для местных звонков одно в кабинете мэра другое в столе в приемной мэрии система коммуникаций на станции спасения это третье но с них можно делать только внутренние звонки просто отлично понятно ну чего договорить с ним до конца или я уже понял что я хочу скорее все таки до конца тут что вообще нет международных устройств здесь нет международных устройств кроме телегронного поста на почте и резервной системы в хранилище ну значит тут есть два устройства оба устройства закрыты для публичного использования вот хлам блин он очень быстро говорит я не успеваю за ним тем более пытаюсь делать такой же механизированный голос а это это несколько сложно так а точно у меня же с собой есть микрофон и он хочет сказать что он хочет зарегистрировать частное устройство интересно микрофон подойдет я хочу зарегистрировать частное устройство для подгородных звонков очень хорошо где устройство будет установлено дом тони расположен в секции 4 справа от выхода из восточного туннеля ваш заказ принят установка устройства предположительно будет закончена на 63 календарной недели что это же через четыре месяца я уже покинул кувак тому времени установка устройство займет 3 и 799 месяца за этот период ваш дом будет отключен от электричества и водопровода затычки для ушей на время ночных сверлений входят в цену каким образом будете платить то не за меня заплатит а эти затычки для ушей напомнили мне страшный период моей жизни когда я две с половиной недели лежал в больнице но это страшная история не буду рассказывать единственное что я впервые понял что лежать в больнице вернее в палате с людьми которые там завсегдатые так сказать это очень плохо то что я ненавижу телевизор а у них был телевизор и одна палата на три человека как мне хотелось почитать или послушать подкасты ё-моё но этот телевизор был невыносим все-таки я купил беруши но беруши нифига не спасают на самом деле поэтому приходилось делать черт знает что так ладно давайте дальше кстати так и не понял все таки после этого мне придется сходить к тони или он пошутил типа так так можно мне войти в хранилище только через мой искалеченный труп думаю это можно устроить вообще до зайти к нему как-нибудь сзади вон там даже дверь есть через которую можно к нему аккуратно пробраться чтобы он не заметил и искалечить его труп так это я уже сдавал чувак ну ты и зануда слушай ты никогда не веселишься на работе что значит веселиться ты просто безнадежен я говорю о веселье например кто-то падает в открытый люк у тебя на глазах или случайно поджигает свою ногу уничтожение это весело да если это происходит не с тобой я люблю лопать пузырьки в упаковке это тоже веселье но если ты от этого прешься сожалению мне нужна пузырьковая упаковка только когда небольшие предметы случайно упаковывают в коробке третьего уровня теперь он говорит долго а это происходит очень редко но когда происходит то целая вечеринка да а роботом оказывается не чуждо ничего человеческое лопать пузырьки это самое занятное занятие когда нечего больше делать теперь я хочу спросить про какой-то скребущийся звук но я этого звука сам не слышу а вы тем более его не слышите потому что звук игры я все-таки делаю потише ладно давайте спросим что это за скребущийся звук что это в ящике да это скрипка гадков запасных почтовых котов звук из ящика таков что очень похож на скрипку гадкова запасных почтовых котов ящик запасных почтовых котов не закрыт на засов ухты я не понял что значит этот разговор видимо он решил его взять на его же логике он ему сказал одно я ему повторил то же самое и он согласился так понятно появились новые вопросы видно вся эта серия будет посвящена разговору с этим роботом но мы столько времени ждали когда я все-таки окажусь на почте так что значит ты прешься от пузырьковой упаковки к сожалению мне нужна пузырьковая упаковка только когда небольшие предметы случайно упаковывают в коробке понятно это я уже читал запасные почтовые котики как мило и очень удобно когда пачкаешься один из почтовых котов запасной код всегда готов разве тебе не нужно чистить ящик запасных почтовых котов я должен чистить ящик запасных почтовых котов но тут есть один подвох так что это за подвох с ящиком запасных почтовых котов я должен произвести отлов запасных почтовых котов из ящика запасных почтовых котов не запертого на засов и переложить их в ящик запасных почтовых котов запертый на засов святая граната я кстати увидел только слова святая но то что он говорит святая граната я уже помню это замечательная отсылка к worms там была святая граната я не уверен что вы вообще понимаете то что я говорю но я тоже не понимаю что он говорит потому что у него вот такая программа и он говорит черт знает что я пытаюсь это озвучить кстати еще один такой голос я до этого менял голос помню только когда золоте пытался говорить но тут из меня получается такой птица говорун отличаюсь умом и сообразительностью так запасные почтовые котики я говорил увидимся позже да увидимся позже ты меня задолбал и он даже не попрощался давайте поизучаем что на этой почте есть правда происходит уже 10 минут моей записи ну это наверное еще 10 минут я буду смотреть что есть на почте так на платформу оператора да давайте зажмем пробел что было проще радиоприемная пьющие а это я так понимаю подождите это какой-то экран или это окно если это какое-то окно то мне надо туда на второй этаж потому что радиопередатчики я вижу ладно давайте на все тыкать на платформу оператора и меня даже пустили ру вас тащил комбайн чтобы украсть черепицу с крыши мэрии руфус снегодник края я не могу говорить за этого попугая да понятно это все еще говорит мой попугай правда я не очень понимаю где все это происходит я кстати видел вот эту вот картинку на скриншоте так сказать игры в стиме и я если честно думал что вот этот чувак это как раз и есть принц гуал на самом деле это какой-то оператор блин попугай заткнись пожалуйста я не могу говорить когда ты говоришь ладно вы пока можете читать это там наверняка много всего веселого кстати да тут уже сова сидит дверца шкафа на давайте поговорим с оператором тогда тем более что больше вариантов тут мало только оператор и дверь эй юхо привет основа ты давай быстро я занят как работа я без понятия что сегодня происходит кто-то все время занимает одну линию мне даже дух перевести некогда понятно правда я не понимаю почему я отвлекаю и этого чувака и как его зовут то правильно сейчас забыла как зовут этого доктора тире пожарника тире полиционера но видимо что вот этот чувак тоже страдает от того что я посадил туда попугая наверняка даже сажал попугая именно чтобы отвлечь его чтобы наверное попасть в эту дверь да я почти уверен мне нужно сделать срочный звонок ага а я то тут причем но у тебя есть радио держись подальше это устройство только для почтовых работников можешь звонить когда пена из ушей не пойдет но не на этом устройстве усек понятно откуда мне можно позвонить звонок местный дни от международный а удачи тогда помимо этого устройства есть еще одно хранилище на почте ладно тогда я использую его ты хочешь проникнуть в хранилище я начинаю верить то что тебе говорят ты страдаешь от серьезного синдрома самомнения что значит страдаю кто страдает он восхищается ладно все остальное сделают от твоего синдрома самомнения а все остальные страдают то-то же черт снова я пытаюсь вставить свое слово в их диалог и не успеваю следить за их диалогом ну ладно так ты разве не устаешь от работы ну вообще-то сегодня оживление чем обычно но пока занята только одна линия я справляюсь что ему надо еще одного попугая посадить куда-то ладно можно мне хотя бы одолжить наушники ты что совсем они нужны мне для работы прикольные голуби ты про почтовых голубей да они классные создания правда если ты любишь заразные болезни ты знал что они ориентируются по магнитному полю планеты правда откуда ты знаешь я как-то привязал мощные магниты как шеям кретина тут же полетели в другую сторону неужели да прямо в ту гор ружавого металла ты не слишком то тут занят да ха-ха и вот стать из этого разговора я понял уже много чего полезного во-первых я понимаю что мне по-любому нужно в хранилище на почте для того чтобы сделать звонок этому принцу гол а во вторых я понимаю что с почтовыми голубя по-любому связано почтовая господи почтовая магнитное поле планеты которая лежит у меня в кармане на это я могу сказать только одно да так ну наверное с ним больше сильно не о чем говорить тут все остальное повторяется ладно я пока что пошел давай тебе и так тут быть не положено полностью согласен так ну и пока он занят я надеюсь меня пустят к этим голубям чтобы спереть наверное одного а чего я тут ничего не могу сделать да давайте попробуем положить в этот шкафчик хотя я вообще думал что это такая полная голубят не магнитное поле планеты я почти уверен что это сработает правда я абсолютно не знаю зачем мне это надо точно кстати она оказывается огроменная так голуби ориентируется по магнитного поля ведь так посмотрим что будет если я с ним позабавлюсь обожаю играть в бога только я абсолютно не понимаю что же мне сейчас делать эта задачка явно не для меня сейчас когда я спал еле-еле и хочу спать снова ну хотя бы попробовать стоит наверное так ой черт в чем задача не вы мне скажите в чем задача так если нажать на пробел да я могу вертеть две кнопки снова две кнопки так три кнопки не ребята вы мне скажите что я пытаюсь сделать я вообще нифига не понимаю ну допустим предположим что я пытаюсь зажечь все 10 линии здесь а да точно соответственно линии соответствует тому сколько здесь горит вот этих вот лампочек это кстати очень похоже на игру аудиосерф мне ее подарили уже очень очень давно в стиме но я в нее поиграл буквально вот только вчера в первый раз забавная такая игрушка хотя конечно довольно простая так но я не понимаю как это менять правильно так ну допустим допустим да все таки объяснили бы задачу было бы куда проще но вот я набрал три палочки в одном этом так я могу уйти могу пропустить просто я не понимаю если я все сделаю правильно тут сразу же что-то появится или это как бы как бы да могу сделать и могу не сделать так ну допустим да вот так вот сюда нужно пустую наверняка и почему я не могу это крутить да вот так вот я это могу крутить но я все таки не понял абсолютно не понял так да и он кстати начинает что-то говорить когда я кручу так или иначе все это знаете-ка я дождусь того когда он закудачит и посмотрю что меняется сзади на картинке так понятно нужен пробел а опаньки да что-то поменялось по моему голуби меняются местами или что-то в этом роде ладно пока что уйти я пока оставлю это так вдруг поможет да видимо как-то правильно это сделать нельзя что ли или что пока что я закрою дверцу чтобы никто не понял что там происходит пойду спущусь на почту посмотрю что там еще могу сделать и на этом мы будем заканчивать серию так давайте смотреть да ящик с запасными котами попробуем открыть ошибка ошибка ага ну ладно как хочешь понятно сюда он меня не пустят надо его как-то отвлекать так а здесь что радиопередатчик не пускают а не ошибка ошибка да да пьющая птичка тоже ничего не получится я правильно понимаю ну блин ну чё ж ты так глючишь то а да снова ошибка ошибка эррор эррор даже не мистейк понимаешь а прямо эррор так дверца вот дверцу мне дают открывать пока что да да вот он кот я его даже наверное смогу взять да нет я смогу на него только я смогу на него только посмотреть кот наклеивает марки ну надеюсь он знает что делает если он потропится или замешкается опаньки на посылке неверное количество марок а вообще забавная идея да коты же они действительно любят токализацию у них шашавый язык и они могут отлично наклеивать марки что самое главное им не надо за это платить могу ли я кстати что-нибудь дать этому коту а так кстати да надо еще купона не забыть вручить нашему роботу наверное на этом я как раз и буду заканчивать но сначала еще одна дверца да еще один кот кот на конвейере мило и странно так у меня есть два кота и один робот ладно вручаем почту роботу купоны у меня есть подарочные купоны из магазина тони подарочные купоны приняты одна легкая свинцовая гиря со склада 1 сообщите адрес куда куда слать в смысле не знаю хороший вопрос адрес принят что начинаю отправку кота долбанула током второго кота долбанула током так 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 а я успею взять нет не успею жалко сканирую посылку отправление корректно одна легкая посылка для отправки вызывается голубь для легких грузов во точно теперь я знаю как надо действовать с голубями вернее зачем это надо делать только я не понимаю что мне с ним надо делать и абсолютно непонятно куда он отправил эту посылку ты мне что нибудь об этом скажешь походу все таки нет могу я посмотреть что там изменилось а понятно абсолютно ничего не понятно к сожалению можно конечно побродить по окрестностям посмотреть куда этот голубь занес эту посылку у меня кстати да у меня купоны еще остались так что вариантов просто не считанное множество но к сожалению я не знаю когда я прав а когда я не прав давайте хотя бы посмотрим сходим сначала в магазин тони например да в магазин тони явно никто ничего не принес мне кажется сходим домой к тони э я уже думал здесь будет какая-то кат-сцена а оказалось просто он так красиво входит жалко так ну скорее всего здесь тоже ничего не изменилось хотя я не знаю вообще у меня есть своя комната если приносить посылку то логично будет приносить ее именно в комнату Руфуса вот сюда вот могу ли я в бинокль вернее в телескоп увидеть где этот голубь да фу да спрашная дрянь по телеку к сожалению ничего тут нету ну и последнее что я хочу проверить это например дом вензеле и если там ничего нет то точно будет конец серии вообще было бы интересно узнать как решать эту загадку то что я пока абсолютно не понимаю так ну наверняка есть какое-то логическое объяснение надо будет его просто поискать так ну и в дом вензеле да в доме вензеле тоже ничего не изменилось я могу закрыть топку кстати мне кто-то говорил что в доме вензеле есть а ну да мне говорили о том что здесь есть эмблемка такая же как была и у меня вернее в кабинете мэра в кабинете моего бывшего отца вернее в кабинете моего отца бывшего мэра но судя по всему я не могу с ней ничего сделать здесь болтика нету так что кто мне это говорил тот немножко не прав ладно все на этой загадочной немножко ноте я буду заканчивать свою серию извините если я хотел спать здесь а может наоборот получилось немножко забавно я буду думать что делать дальше а пока что все это был курящий из окна попугай до сих пор на нас стучит но это не важно смотрите подписывайтесь ставьте лайки до свидания пока и доброй ночи пока пока пока